Мы приехали сюда в составе группы европейских парламентариев. Влад прилетел из Кишинева, куда мы тоже будем лететь сегодня ночью, потому что там тоже у них свой конгресс. И я прилетел вместе с группой европарламентариев, как я уже сказал, из Варшавы. И цель нашего приезда – это проявить солидарность с европейским выбором Украины. Я думаю, что то, что сейчас мы видим в Киеве – это рейдерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая, беспрецедентная попытка перехватить всю страну, всю нацию, ее будущее. И, естественно, когда дело касается таких вещей, мир не может оставаться безразличным. Мы не тут не для того, чтобы требовать каких-то политических требований внутри Украины. Это не наше дело, это не дело иностранцев. Мы здесь не для того, чтобы высказать эту солидарность. Мы не для того, чтобы поддержать конкретную политику или политическую силу, хотя нас связывают партнерские отношения с некоторыми партиями, которые участвуют в этих акциях. Но мы для того, чтобы проявить и высказать свою солидарность украинскому народу, той молодежи, которая хочет лучшего будущего. И, естественно, когда мы это делаем, мы думаем про будущее наших стран. Мы все взаимосвязаны, нас поодиночке могут, если мы не осенние возьмемся за руки, поодиночке наш знакомый Владимир Путин может в подворотнях просто поодиночке с нами расправиться. Поэтому, естественно, мы хотели бы, чтобы наши страны объединили наши условия на нашем европейском пути. В то же самое время я хочу сказать, что у меня всегда были хорошие деловые отношения с президентом Януковичем. И еще раз говорю, что внутренний украинский процесс нас не касаются. Я был готов всегда и готов сейчас иметь контакты с представителями теперешних украинских властей. И все дело для того, чтобы, если чем мы можем помочь, разрешение этого очень серьезного политического кризиса и процесса в Украине. Какие тачки должны использовать? Ну, я не тактичник или фиоритичник для революции, но я практикую в своем стране, но я не думаю, что мы можем экспортить эти вещи. Но я хочу сказать, что я хочу имелись, чтобы они скинулись, чтобы собрать себя за себя, чтобы защищать свои права в дальнейшем. Это не один-два-два-два-два-процесс. И чтобы собрать себя в украинском путь. Потому что они не будут в этом мире для политики. They are for the future of this country, for the right not to go back to Soviet disaster, not to go back to Eurasian Union. Because Eurasian Union, you don't need to be smart, you don't need to be non-corrupt. More corrupt you are, more criminalized you are, more stupid and mediocre you are, more you'll be welcome and embraced. So it's not about geopolitical fight here, it's about way of life. Are we going to have normal life for our children, decent life for ourselves, or are we going to go back to the Soviet disaster which at least my generation lived through and we don't wish the same to younger people. Young people here instinctively, they have not known Soviet Union, but they know exactly that it's not good. Eurasian Union is not good for them, Customs Union is a disaster for them. And in this respect, because they are in this region, European Union is the only feasible alternative for this great, amazing Ukrainian nation. The question is, is Putin with these measures, does he want to restore the Soviet Union or is it some other things? I think that Putin is not saying that he wants to restore the Soviet Union. He said that the destruction of the Soviet Union is a great geopolitical catastrophe of the 20th century. He's been in this region and the Soviet Union in this region. And how he can say that, what is Russia now? Russia can't do anything good at all. Russia can't do anything bad at all. Russia can't do anything bad at all. And you don't go to our costs, but we will do anything bad at all. This is logic of a bandit and a cricket. This is not logic of a civil society. And really what is happening, it's a reuters-fueled revolt. And so we, 90% of the German economy was completely independent of Russia, when I became president in 2004. Сегодня Грузия может смело идти в Европу, потому что мы практически не зависим от России ни от энергетики, ни от рынка, ни от других торговли. Наоборот, они зависят от того, что мы экспортируем электричество в Россию. Поэтому мы смогли достичь того, после всех их эмбаргов, всех их действий, что мы от них не зависим и у них нет на нас речегов. Украина гораздо более имеет потенциал, чем любая из наших стран, сделать то же самое. Я думаю, что чем больше он будет шантажировать Украину, тем больше Украина обретет свою независимость. Потому что невозможно подавить волю огромной украинской стране, европейской стране, которая имеет потенциал стать одной из региональных сверхдержав Европы, иметь свое будущее. Это 24 дня. Вы также разгоняли мирные протесты с газами и водометами. Сегодня вы не президент, вы защищаете право украинцев на мирный протест. Считаете ли вы, что ваше участие десантинтирует этот мирный протест? Я хочу сказать, что в 2007 году, после того, как мы провели радикальные реформы, много людей вышло на улицу. В столице Грузии, а Грузия маленькая страна, десятки тысяч человек остались в неработе. Потому что мы прикрыли многие бюрократические учреждения. Многие люди остались без привилегий. Много людей не могли брать взяток. Были люди, которые были действительно справедливо обижены. Они вышли на улицы. И я ушел в отставку. И назначил новые выборы. И это мой ответ на ваш вопрос. Первый раз я ушел в отставку, я сократил свой срок на один год. И я думаю, что это был ответ демократа на демократическое движение. В принципе, даже с участием не демократических элементов, а при финансовой поддержке России, кстати. И второй раз, когда опять-таки при финансовой поддержке России у нас были выборы. Одна из политических сил при финансовой поддержке России. Один российский олигарх победил на выборах и мирно передал власть. И ушел от власти. Я прилетел сюда как частное лицо на экономическом классе самолета и с большим багажом в руках. И хочу сказать, что чувство себя в этой функции очень положительное. Но о чем я говорю? Что мы передали эту власть и каждый раз мы реагировали на действия людей соответственным образом. Самое худшее, что может сделать любой правитель, не прислушиваться к мнению людей или попытаться каким-то образом незаконно пролить свои существования. Вот и все. Но еще раз говорю, не воспринимайте это как мой совет украинских властей, потому что каждая страна имеет свою ситуацию. Каждая страна. И это дело украинцев. Я думаю, что я желаю, чтобы украинцы нашли способ найти общий язык, вести диалог друг с другом и нашли абсолютно демократический выход с помощью диалога из любой ситуации. Почему он? Понимаете, с твоей точки зрения, как президент, который тоже это делал? Следующий вопрос. Вы любите Украину? Ваши Стракашкини, скажите, вы считаете, что Путин влияет сейчас на Януковича. Не сможем ли мы, по вашим ощущениям, не только увидеть, что это можно абсолютно? Я уверен, что первое, что хочет Владимир Путин, это отдалить Украину от Европы. Это главная задача. Поэтому, когда мы говорим, что он делал, кто что сделал, не мне комментировать внутренние украинские события. Но он четко хочет отдалить Украину от Европы. Когда Украина отдалится от Европы, то с ней можно будет делать все, что угодно. С ней можно будет делать все, что угодно. Тогда можно ее шантажировать гораздо больше. Тогда можно на нее давить гораздо больше. Тогда можно притеснять любого украинского политика гораздо больше. Тогда можно влиять на общественное мнение Украины гораздо больше. Поэтому тут первая задача, программа первая, это одолеть Украину от Европы. А какую форму это потом примет? Таможенный союз, Евразийский союз. Это все уже дальше, уже просто последствия главного решения. Если удастся ему рейдерски перехватить огромную европейскую страну с потрясающим наследием, с очень европейзированной молодежью, от главного своего пути, от Европейского союза, тогда у него бы развяжутся руки делать все, что угодно. Ситуация совершенно конкретная. Это не просто украинская, это ситуация, которая касается всех нас. Если мы все не сможем этот процесс предотвратить, то в конце у каждой страны отдельно не будет права на выборы. И у наших детей не будет будущего. Вот о чем мы должны разговаривать. Пожалуйста, говорят, во время беспорядков были обнаружены грузинские флаги. Грузинские флаги, не обнаруживали беспорядок, грузинские флаги можно увидеть, посмотрев в окно. Значит, грузинские флаги. Грузинские флаги. Грузинские флаги. Грузинские флаги. Так, прошу, еще какие-то вопросы. Я, естественно, приехал на Украину не кофе попить и не развлечься. Я приехал поддержать. Вы будете постоянно поддерживать Украину? Я всегда буду поддерживать Украину. Я всегда буду поддерживать. Украина будет вас тоже поддерживать. Широ вам дякую. Дякую и до побачения.